Благослови Царь Небесный, Утешительной Души и стеной, и живи везде, да Сын, и все исполняй сокровища благих, и жизни подателю прийди в силе сябны, и очисти нас всякие скрыли, и спасти Благослови Души Наши. Отец Небесный, Утешитель, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше собрание с детьми по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, чтоб вера, которую Ты даруешь нам, была в каждом сердце здесь присутствующего человека. Помоги, Господи, выйти в этот грешный и прелюбодейный мир, уже проклятый, и сделать так, чтобы еще многие спаслись. Помоги, Многомилостив Господи, даруйся, для благовестия нам. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Кто читает книги из Вас? Книги кто читает? По программе школьной читаете или сами от души? А? По программе? Так и так читаете? Ну, по программе понятно. Так что у вас там в программе-то, какие книги? У нас было «Горе от ума», это девятый класс, «Горе от ума», «Мертвые души». Ага, хорошо. Научайтесь чему-то. Ты не будешь такой-то «Горе от ума», а «Мертвые души» будешь таким же предпринимателем мощным? Нет, зачем? Ясно. Вот это надо же сказать. Книги-то толстые. А кто интереснее чего-нибудь читает? «Приключения» кто-то читает? «Робинзон Круза» кто читал? Все читали. Все читали? Прям все. Ничего ты за всех ответил. Ты читала «Робинзона Круза»? Вот она не читала, например. А вот книжка-то занимательнее «Робинзон Круза», чем «Мертвые души». Там уж точно можно чему-то научиться. Чему ты там научилась в «Робинзоне Круза»? Что при желании человек может выжить в любой момент. Выжить в любой момент. Да уж, вы нашли. И я точно такой же был, как вы в молодости. И в юношестве. Я тоже только это видел. Мне интересно было, сколько он там с корабля пороха привез. И мне интересно было, вот бочонок с порохом, он говорит. Вот бочонок с порохом, и он весь отсырял. Да? И там только внутри осталось пороха. А сверху там он закоксовался уже, а внутри настоящий порох. И он его разбивает, этот порох берет себе. Ну и там потом птичек убивает. Ну и есть пропитание, это понятно. И я думаю, а сколько же там вот в центре пороха осталось? Насколько же ему хватит? Переживал так сильно за него. А куда он попал-то? Знаете, как он туда попал? Он от родителей сбежал. Он сбежал от отца. Отец строгий был. Протестант. Все время о Боге ему говорил. Вот о чем там написано. И он убежал от него. Один раз убежал, к маврам попал. Еле-еле смог оттуда уйти. И это, говорит, это был сигнал мне от Господа. Божья десница вела меня. Но я ничего не понял. И дальше решил продолжить свои уже взрослые подвиги. И попал уже на такое острое, где уже сидел многие годы. И там сидя, он все понял, к чему его Господь ведет. К послушанию родительскому. И жизнь в Боге. И там, видно, он уже всем о Боге говорит. Это ему Пятница о Боге говорит. И до такой степени говорит ему, проповедует, что Пятница дикарь, который жрал людей, уверовал. Нехорошо. Он ему показывает. И ружье показывает. Бух! Громы какие. Он боюсь. И потом уже все это понял. Чего бояться-то надо? На колокольчику веду. Вот книги читать нужно полезные. Я вам хочу сказать, что об этом знали даже язычники. Вот в 272 году до Рождества Христова. Сколько это лет назад было? Много лет назад. Птоломей Второй Филопатр понял, что ему в его Александрийской библиотеке, которую он собрал, тогда компьютеров не было, не было памяти там, процессоров, поэтому все знания собирали в библиотеках. И Александрийская библиотека была самая огромная библиотека. И он туда все собирал. И он, ну ему-то подсказали видать, или он сам прочитал, может перевели, евреи у него были там знакомы, потому что евреев в Александрии было много, что есть книга Библия. И не одна, там много книг. И люди, как считалось, пророки от Бога, что Бог есть единый над всеми. И он вот это все им начитал. И они все это записали. Вот как, от Моисея начиная. И он сказал, я хочу эти книги. А так как он был могущественный, и Палестина входила как раз в его сферу влияния, это Александрия, и он тогда сказал, с каждого колена по 6 человек и 72 толковника, как их называли, приехали к нему Александрию. И начали они ему переводить с еврейского языка на греческий, потому что Александрия это была греческая территория, книги Ветхого Завета. Поэтому у нас с вами, вот сейчас есть книга Библия, потому что переводы на цирконнославянский язык были септуагинты. Септуагинты это с греческого переводится 70, перевод 70, хотя их было 72. И один из них был Симеон. Вот 15 февраля у нас будет праздник, который называется, дружно православные дети сказали, называется Сретение Господне. Прям молодцы. Давайте еще раз. Сретение Господне. Сретение, такое слово какое-то непонятное для русского молодежного уха. Это даже, а? Встреча значит это. Встреча. И кто с кем встретился? Вот встретился один из 70 толковников, встретился с Господом. Удивились? Никто не удивился. Господь когда родился? В Рождество Христово он родился. В первом веке. Он родился когда Рождество Христово? Когда у нас начинается новая эра? Эра Христа. Когда начинается? С нулевого года. Сейчас какая идет? Какой год у нас? 2018. 2018 год. Ну там еще 4 года это ладно, пока вам не понятно. Плюс там 4 года. Все. 2018 год от Рождества Христово. А в каком году библиотеку собирал Птоломей 2? В 200. Эх на цифру у вас никакая память. В 272. А может и в первом кстати. Ты может быть и права. Ну это уже не так влияет. И что? И он встречается с Господом. А ему не 0 лет было, когда он был переводчиком. Как Христу в нулевом году. А ему говорят уже было за 80. И считается, что прожил он до встречи со Христом 362 года. Вот удивились наконец-то. Книги читают, считают, заканчивают почти что уже школу некоторые. А посчитать не смогли. Почему? Удивительно, потому что все это. И как он туда попал на эту встречу? По своей воле. Жил такой, жил. Принимал солнечные ванны. Нормально питался. Там посты евреи. Ну как Господь заповедал. Читал Библию. Переводил. И вот раз оно и Господь. Ну у тебя тогда встретимся с тобой. А Господь то младенец. Когда они встретились был. Он был младенец. Он на руках его держал Симеон. И говорит, ныне же отпускаешь раба твоего владыка. Христос на руках. Ну тогда люди не поняли, когда в храме он его держал на руках. Что вспомнили эту историю все? Наконец-то. И он его держит на руках и ныне же отпускает. Сейчас будем петь. А. Вчера пели. Не будем сейчас петь. А. И мы будем. Подождите. Будем. Будем? Нет. Сегодня не будем петь. Ныне же отпущаешь раба твоего владыка по глаголу. Это мы вечерний поем. И постоянно люди поют. Ныне же отпущаешь раба твоего владыка по глаголу твою с миром. Ну на соком и славянском не очень понятно. На русском намного понятнее. Но при этом если сказать что. В этот момент когда эта песня поется. Симеон держит младенца на руках. Откуда он знает. Откуда. Господь веру дал ему. Веру. Через его ошибку. Потому что когда переводили. То в пророке Исаии было написано. Исе дева. Родит. Сына. И наречет имя. Иммануил. Что значит с вами Бог. А на самом деле то. Он думает. А как дева может родить. И он. Начал думать. Думать не надо. Думать. Над Библией уже. Надо тогда когда ты прочел. Прочел. И теперь нужно исполнять. Вот теперь думай. Вот теперь думай. Или в ад попадешь. Или будешь в раю. Со святыми. Со всеми. И Христос там будет солнцем. Правды. Вот так. Там не будет солнца. Потому что Христос. На престоле будет. Само солнце. И воды не будет никакой. Море не будет. Оно не нужно будет. Вот и когда ты его прочитал. И теперь выбирай. Нельзя. Начинать выборочное чтение. Мне кто то сказал. Там Роман говорит. Малыш говорит. Берет. Тома Игнать Тихоновича. Вот эти вот тома. И говорит. Выборочно читает. Из них. Вопросы. Я говорю. Так как он может выборочно читать. Если он. Что он прочитал что ли. Все тома. Это. Я понимаю. Но можно сказать. Кто прочитал. Вот моя жена. Марина Геннадьевна. Знаете. Татьяна. 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 Это она прочитала. И я прочитал. Почему. Потому что мне стыдно было. Меньше чем жена знать. Поэтому приходилось читать. Ну еще почему. Потому что. Игнать Тихонович тут рядом был. Я с ним прожил почти 15 лет. Бог оба. Поэтому. Но мне доставалось очень. Все. Все доставалось в очень. В жареном виде. В Перу. Первоисточник. Мне было очень интересно. Тем более. Что я сам старался. Участвовать. Во всей этой работе. Там есть. Небольшой. Мой тоже. Вклад. Вопросы. И так далее. Поэтому. Вот эти. Книги. Нужно. Сначала. Узнать. А потом уже. Думать. Как там. А это так. Насколько. Мне все. Понятно. Это ничего не будет. Поэтому. Нужно знать. Сначала прочесть. А есть еще. Сейчас у нас. И толкование. Святых отцов. И потом уже. Начинать. Разбираться. И. В себе. Копаться. Не надо. Нужно идти. Теми. Заветами. Которые. Нам заповедовал. Христос. Как это идти. Отречься. Себя. Взять крест. И потом следовать. За Христом. За Христом. Вот. Я. С вами. Беседую. И понимаю. Вера у вас. В некоторых. Вот. Чем меньше. Тем больше. Веры. А чем. Выше. Становится. Старше. Тем. Как-то. Оно. Даже. По глазам. Видно. Да. Знают они. Они прекрасно. Знают. Когда ты называл. Все имена. Ну не прекрасно. Но основные. Моменты. Они все знают. Хорошо. Они же изучают. Дома занимаются. Все. Вот. Я знаю. Все. Дома занимаются. Ну они вот у них вот уже возрастное. Они вот сидят вот. Ну пусть малыши там ответят. Это же такая ерунда вроде бы. Ясно. Ну я благодарю. Вера и знания это разные вещи. Благодарю тебя что ты. Разные вещи. Знания и вера. Что ты это. Меня открываешь глаза. А то я смотрю и они все время молчат. И мне кажется что веры никакой нет. А все занимаются. Занимаются все? Абсолютно все занимаются дома. Кроме того что здесь. А чего вы так. А чего вы так не активно участвуете. Я говорю какой праздник. С. Р. Е. Ну как у них юмористические передачи. Вы чего не знаете. Фрось. Ну у Фрось у нас вообще вот отличие. Дело все в том что Игнат Тихон снимает еще. Ладно вы. Он не снимал. Сейчас выставят на камеру. А вы как говорится ну совершенно безучастные. Как будто я с вами никогда не занимался. Вот. Вот как будто первый раз как сел. Единственное что когда маленькие вы были. Вы еще смеялись иной раз. А сейчас вам уже и не смешно. Почему? Я думаю потому что надоело наверное. Ну вот так вот да. Вот уже. Все это. В раз в неделю. Да я и не в раз в неделю занимаюсь. Пытаюсь что то рассказать. Пытаюсь не просто рассказать. А показать что я верую в то о чем рассказываю. Вы веруете что Симеону было 362 года когда Христос посетил его. И он его держал на руках. Веруете в это? Да. Ты веруешь в это? Да. Невероятно просто с таким видом. Я когда начал читать Библию. Вот первый раз мне просто книга. Я купил книгу. Такая небольшая. Карманы варят. Я ее открыл. Я ее вообще не знал. Мне нужно было узнать повесился Иуда или зарезали его. Я открыл и вот первые слова прочел. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма на бездну и Дух Божий носился над водою. И у меня просто руки ослабели. Вот уже. Да я даже до Духа Святого не дочитал. Вот следующую строчку со второй стиха начал читать. У меня руки ослабели. Я так уставился в одно место и начал сразу об этой книге размышлять. Ничего себе. И столько лет нас чему-то учили. Учили там, что-то рассказывали. Какие-то молекулы летали там. Летали, летали. Одна по другой как долбанула. Взрыв получился. Что-то. Хаос. Какой-то хаос там. Динозавры какие-то ползают. Я сразу понял, что подожди, тут еще что-то и динозаврам достанется. Читал, читал. Ни одного динозавра нету, кроме дракона прямоходящего. Но это тоже сатана, я так понимаю. Нету никаких динозавров ни о чем. Сотворил животных Господь. Как сотворил все это. Но я бы не заметил, что Господь воду не сотворил. Это только потом в толковании Златоуста я понял, что там воды-то не хватает в творении. А где? Почему не хватает? И когда только откровению книгу я начал читать, тоже в толковании написано. А моря-то тоже нет. Моря нету. Воды Господь как-то не творил. Вода это чудодейственное вещество. Оно, как сейчас ученые уже доказывают, на крещение Господне, точно в этот день, вся вода меняет свои свойства. По всей земле. Везде в разных точках одновременно брали пробы. Меняется там и полярность, и плотность. Ну, я, может в это даже мне тяжело поверить, но я верю, что вода, вода, когда мы погружаемся троекратно, она делает нас другими людьми. Но, должна быть еще вера, не забываем об этом. Вот вам досталось совершенно не по правильному все. Вот мы, четверо здесь находящиеся взрослые, нам по правильному досталось. Мы сначала уверовали, и это было очень сложно. Сложно? Да. А, Игнать Иванович, да, да. Трое, значит мы, да. Игнать Иванович, кстати, его уже в детстве крестили. Но они бесполковская была семья, так что сами понимаете, как сложно было. И веру там тоже тяжело получал. Так что, да. А вам-то здесь? Ну, как веру не приобрести, кажется? А, нет, в карман не залезешь. Нет, вот, веры в кармане. Солдатами не рождаются, солдатами становятся. Пословица. Вот это к христианам относится. Не рождаются христианами. Но для того Господь и сделал такие крепкие христианские браки, у нас нету, в общем, ни одного развода. В нашей, в общем, нет. Ну, и даже те люди, которые ушли от нас, они там не развились. Муж с женой. А так и живут, и дети там не здесь. Не знаю, как там у них насчет верований. Но они так и остались верными. К этому слову, которое дали при бракосочетании. При венчании. Так что, я думаю, что это должно повлиять и на вашу веру. Господь, ну, не может же вас оставить просто так. Мне бы интересно было посмотреть, как они рассказывают о вере. Но нигде не увидевших. Они же не ходят с нами на благовестие. Говорят, что бывает у них в школе, которые беседуют. Братья рассказывали. Нестор что-то как-то нам рассказывал. Ну, я вот спрашивал. У меня живут девчата Густиновы. Я спрашивал. Знают, что вы верующие? Знают. Я говорю, а вы с кем-то беседовали из них? Нет, ни с кем никто не беседовал. Правила беседуют, если есть верующие, например, баптисты. Вы на лыжах ходите? На лыжах. Все ходят? Угу. Ну, это ладно. Девчата ходите на лыжах? Вы в штанах же ходите на лыжах? Угу. Ну, когда на лыжах идете, в штанах идете? Да. И сверху юбка. У тебя сверху юбка? Да. А у кого еще сверху юбка? А у тебя? У меня не было. А у тебя тоже сверху юбка? А пальто у кого длинное? Кто одевает длинное пальто, когда ходит? У него приседало пальто и юбка еще. Юбка. То есть они... Мы ставим пальто, как платье вроде. Какое пальто? Это пуховик? Ну, пуховик длинный, как пальто. Да, понятно. Там уже я еще юбку. Но вы это понимаете сами, что... А если жарко стало, пуховик снимаете? Вы понимаете, что в штанах ходить с женщиной нельзя в штанах ходить? Даже на лыжах. Вот была такая жена вождя, Надежда Константиновна Крупская. А она в гимназии ходила тоже на лыжах. Но у них платья или юбки, не могу даже сказать. Но юбки, наверное. И они до самых лыж. В общем, платье лежит на лыжах. Это... Ну... Гимназистский там... 1900-й год, будем говорить. Вот так где-то. Сто с лишним лет назад вот... Женщины знали, как все должно быть. И даже еще 1950-е годы показывают там... Съемки еще знают. Но потом дальше все начали ходить в штанах. Особенно в 90-е вообще. А сейчас вы в школе учитесь. Смотрите. Вот а кто из вас в кружках занимается каких-нибудь? Там... Баскетбол, там... Волейбол. Кто? Никто из вас? Нет. На спор... Находят в музыкальную школу. В музыкальную школу. А там же тоже нужно ходить в штанах. Обязательно. Там уже точно в юбке не будешь. В волейбол, чтобы в штанах и в юбке. Не смешите меня сейчас этого нету. Да. Еще хуже. Нам сейчас проводили соревнования по волейболу. Сказали, что мне, чем там быть в шортах. В одноторонных шортах и в одной тражерке. Я почему это говорю? Потому что у нас в школе... Это я учился с 1972 по 1981 год. Обязательно девочки должны были ходить в коротких трусиках. В коротких. Не просто там в каких-то там штанах или в каких-то там трусах. В коротких вот такие вот тут еще резиночки. Раньше такое было. Да. Если... А девочки... Многие у нас, я помню, стеснялись. А мы такие нам все равно. Посмеемся. Нам-то интересно. Сейчас девчонки выйдут прям это... А тогда ходили все в юбках. Ну, в юбках. Такие у них. Форма была красивая. Мне так нравилась она. Школьная у них. Передничек такой белый. Красивая форма была раньше у девочек. Еще бантики накрутят. И тут раз они вышли хоба вот таких, что... А некоторые не выходили из девочек у нас. Я помню, там такие были, ну, целые какие-то разборовки. Они не ходили семестрами, даже полугодиями. А потом заставляли ходить все равно. Заставляли. Расскажи, мы прошлый раз прошли и концовку... Сейчас, Надя, давай. Не, может ты расскажи? Да, давай, давай, давай. Расскажи. Мы о блудном сцене прошли с ними и не закончили как сумбурно... Я просто хотел с ретенью это... Ну, так что... Ну, как бы я уже дорассказал все до конца. Хотел еще... Сейчас уже запоют, наверное. Да, да. Пойду, давай закачивать. Мы чуть-чуть не разобрали. А притча-то была ведь не просто о человеке, который вот... Что сделал? Там два сына было, да. Здесь, что именно имел Иисус Христос, вот как бы закрепить вот это. Почему он рассказал эту притчу о блудном сыне? Кто такой этот отец? Кто эти сыновья? И что с ними произошло? Говори. Отец? Это Бог. Правильно. Отец? А сыновья это люди. Сыновья это люди. То есть это вот мы, люди, которые есть у Бога, да? Да. Так. И что? Кто такой блудный сын? Что с ним произошло с блудным сыном? Кто это? Какой смысл в этом? Блудный сын. Кто это? Кто это блудный сын? Блудный сын, который... Это люди? Это люди, которые... Согрешили. 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 Он отошел от Бога, ушел из церкви. Его не стало. И потом он что сделал? Вернулся. 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 Вот мы с вами подробно разобрали про людей, как это было. А теперь что означает эта притча? Правильно. Он вернулся с покаянием, да? Он вернулся с покаянием. И что? Как его отец принял? Как его отец принял? Так? Да. Роскошно. Роскошно принял, говорит Полина. Ты как? Он с радостью. С радостью принял. Как еще он принял? С любовью. С любовью. С любовью. Не просто так. Там же написано, что отец его заметил, когда он шел вот где-то там далеко, может с горы спускался, может быть по походке узнал, да? То есть отец каждый день, наверное, выходил на крылечко и стоял и ждал. Не идет ли там мой сын? Так же Господь. Он ждет каждого, когда он покается, когда он придет. И он его что скажет? А, ты прожил имение, ты все деньги растратил, иди отсюда или там, ну вот будешь моим слугой там, хлебок тебя буду кормить и все. Нет. Он его как принял? Он ему кольцо дал, одежды дал, сказал слугам, принеси обувь и заколите откормленного теленка. А кто такой второй сын, который на поле в это время работал? Верный христианин, который никогда от Бога не отходил, всегда был с Господом, да? И что? А он? Что? Ему обидно стало, да? Он такая ревность мне показывает. Что такое? Я вот это, а вот он, а вот это вот, да? И некоторые бывают твердеверующие такие вот. Они такие, я, ну я даже таких вот, мы с детства, я верующий, я с детства верующий. Я вот этот вот тут из грехов пришел, я должен быть ему наставником и все, пример подавать. И немножко такая у них как бы гордыня есть. Я же всегда был, как говорят, молоко матери воспитан, я теперь тебя буду воспитывать, ну так, между собой. То есть они всегда были с Богом, они никогда не отходили от Него. А тут какой-то пришел вчерашний там наркоман, пьяница, блудник там или еще кто-нибудь, да? И тоже сюда же лезет там, и в храм, и в верный, и как-то, как это так, да? Но есть другая причина, мы потом с вами разберем, кто в каком часу еще пришел. То есть Господь, самое главное, Он ждет, Он прощает и принимает, и не просто принимает, а с объятиями, навстречу идет, ждет, ну-ка не придет ли Он. То есть некоторые люди говорят, ой, да я такой уже теперь грешный, я уже столько всего, да куда мне там в церковь-то идти? Тоже таких людей встречал. Не, я уже там, все, меня уже, как нет? Как уже не примет Господь? Да почему вы Господа решаете? Примет, с радостью примется, и ангелы на небе будут радоваться о кающемся грешнике, когда покаятся. Если вдруг случится в вашей жизни, что вы куда-то далеко уедете, обстоятельства у вас какие-то жизненные, и отойдете, перестанете ходить в церковь, еще что-то, вы всегда помните. Вот в любой момент, в любой день встали и пошли. Приходите, кайтесь, Господь примет вас, никогда от вас не отвернется. Самое главное, приходите сами, вы должны сами не ждать, когда вот вас Господь сам поднимет и придет к вам. Вы должны сами пожелать этого, сами этого захотеть, сделать первый шаг. Если вы сами не идете, как Господь благословит ваши шаги? Если человек лежит и не идет, не делает, не трудится. Понятно? Надо сделать этот первый шаг. Поэтому, если вдруг такое случится, никогда не думайте, что вы уже во грехах, вы уже отошли, и вам это не надо. Всегда Господь ждет. А тот, который всегда был верующий, когда всегда был с отцом, вот он немножко так вот как бы обиделся, да, что начал перечислять, и козленка мне не дал, и я вот всегда с тобой. А что ему отец сказал? Твой брат был мертв и ожил. Он мертвый был. Пред Богом человек неверший – это мертвый, это гнилушка, это вообще никто. Для Бога он вообще неживой, его нет. А когда он пришел к Богу и покаялся, и плакал, тогда он что? Ожил. 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 Стал живой. Живой для Бога, для Царства Небесного. Живой человек. Понятно? Что там, поют уже, да, запели? Ну все, давайте следующее воскресенье с вами продолжим. Я вам еще что-то интересное расскажу. Все. Потихонечку заходим, все-таки, потихоньку не тупаем. Песня. 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 Душа моя, Господа, Госпою, Господа, в животе морем, Пою Богу моему дону, где же есть, не надейтесь, Так гляньте на сыны человеческие, в нежене спасения, И зыдей руки бои возвратиться в землю свою, Твои поднимутся по мышлению его, блаженье будет живо, как и помощник его, Умывание его на Господа Бога своего, От лучшего неба и землю море сияжим в них, Гранящий в истину век, твое всего суда видимым, Дающего пищу алчурщим, Господь решит окованное, Господь умудряет цветцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, Сила их даву примет, и путь грешных погубит, Вот царица Господь вовек, Бог твой сегодня в роды род, В имени и преслаема веки веков они, Единородный синий, злой Божий бессмертенцы, Изволив и спасение нашего ради, Воплотитесь от святые Богородицы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, В дни преложного человечего и все, Распныся же, Христе Божий, Смерть и смерть поправый, Единцы святые Троицы, С прославляемой Отцу и Святому Духу, Спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Аминь. 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 Помяни нас, Господи, И в добре и вешево садствие Твое.